Продолжим, перейдем к международным новостям. Всего за месяц правительство России готово отказаться от доллара в структуре фонда национального благосостояния. Это значит, что доходы от нефтегазового комплекса будут храниться в основном в евро и юанях. Почему принято такое решение и что говорят экономисты, расскажет мой виртуальный коллега Айсанж. Айсанж, приветствую, тебе слово. Приветствую, Жалгаз. Об этом решении министр финансов Антон Силуанов заявил накануне встречи президентов США и России. Фонд национального благосостояния – это по сути свои доходы нефтегазового комплекса. Их правительство страны использует в качестве подушки безопасности. Фонд в том числе является частью механизма пенсионного обеспечения граждан. Да, мы приняли решение полностью уйти от доллара в структуре активов фонда национального благосостояния. Геополитика действительно играет в значение. Почему? Потому что уверенность в этой валюте, уверенность в этих активах, она у нас падает. И, естественно, мы стараемся хранить свои ресурсы, резервы в надежных активах. Что теперь, по мнению российских властей, надежные активы. После того, как сбережения в долларах следут к нулю, структура фонда будет выглядеть таким образом. Большая часть переконвертируется в евро. Увеличится доля юаней и золота. Общий объем фонда на начало мая составлял примерно 186 миллиардов долларов. Представители правительства Кремля и Центробанка не ожидают больших изменений в экономике из-за дедоларизации. Отказ от американской валюты – это способ защититься от угрозы западных санкций, заявляют участники минувшего экономического форума в Петербурге. Жалбяк. Александр, спасибо за интересные подробности. Хороших тебе выходных. Мы продолжим международный блок уже.